Более 130 автошкол насчитывалось в области еще в прошлом году, но по словам специалистов, большинство из них скорее зарабатывали деньги, чем готовили водителей. Во многих учебных заведениях автодромы для тренировок и сдачи экзаменов присутствовали лишь на бумаге. Почему-то кто-то затратил это, а кто-то вообще ничего не сделал и катал, по сути дела учил учеников на различных площадках вдоль берегов, на полях и так далее. Отсутствовал и постоянный штат инструкторов и собственный автопарк, которые у серьезной автошколы быть должны. В итоге полный курс обучения, а самое главное – навыки вождения давались далеко не всем желающим получить водительские права. В лучшем случае теоретическая часть, часть на компьютере, которые могут быть, и далее получение свидетельства об окончании этой школы и свободный уже полет на экзаменационную деятельность. После этого курсант сдавал и по пять, по семь раз. В данном случае он оказывался в следующем. Он больше жаловался на госавтоинспекцию, почему к нему принимают такие строгие меры. А вот на свою школу, которой мы, в общем-то, и предлагали обратиться, а почему такое данное обучение? Автошколы, которые пожелали остаться на плаву, все же предприняли все необходимые для этого меры. Закупили новые автомобили, обновили техническую базу и привлекли к работе настоящих профессионалов. Пришлось немножко подкорректировать и автодром, привести в порядок, соответственно, с требованием ГОСТа, соответственно, с требованием нового технического регламента, новой программы обучения. Закупали, что у нас манекены закупили, новые тренажеры. Электронный тренажер – это как игра в Денди, то есть человек не боится большой машины. То есть там он сначала научился вождению, а зам управления автомобилей, затем пересаживается уже на автомобиль. Ежегодно водительские права в Самарской области получают порядка 50 тысяч человек. Из-за сокращения количества школ, говорят в госавтоинспекции, эта цифра не уменьшится, но зато должно вырасти качество обучения. Какого-либо ажиотажа не предвидится. И то количество школ, которые есть, они как раз способны, в общем-то, обучить всех желающих. Но надо четко на сегодняшний день понимать, что то количество школ, которые сегодня получили, мы будем их контролировать, чтобы это дальше, в общем-то, все соблюдалось в рамках существующего законодательства. Сейчас право на обучение в Самарской области есть у 57 автошкол, 30 из них в Самаре. С их перечнем и адресами можно и нужно ознакомиться на сайте областного управления ГИБДД. Павел Баймаков, Павел Пресняков, Алексей Золотенков. События.